В эфире программа городские встречи. Здравствуйте! У нас в гостях сегодня директор Рязанской областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина. Наталья Николаевна, здравствуйте! Совсем скоро в Рязани стартует фестиваль «Читающий мир». Давайте напомним телезрителям, что это такое. Да, фестиваль откроется на площадке Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 4 октября. Но события фестивальные уже идут. И, конечно, они все приурочены к дню рождения Сергея Александровича Есенина. Фестиваль в Рязани по традиции уже многие годы проходит в эти дни. У нас это пятый фестиваль. А если заглянуть в историю, то появилась в 1995 году традиция проведения выставок-ярмарок к 900-летию Рязани. И они ежегодно 10 лет проходили как выставка-ярмарка издательный, выпущенных в Рязани. И рязанские издательства представляли свою книжную продукцию. Их вначале было совсем немного. А вот после 10-летнего юбилея выставок-ярмарок мы избрали другой формат. Формат фестиваля. Ну, прежде всего потому, что у нас появилась такая возможность. Появилась замечательная пристройка к библиотеке Горького. У нас появились площади новые, красивые в библиотеке. И мы понимали прекрасно, что нашим жителям Рязани нужен книжный праздник. И поэтому с 2011 года началась новая история у выставок-ярмарок. Он приобрел формат фестиваля. Фестиваля, когда устраивается большой книжный праздник. Праздник для тех, кто пишет книги. Для писателей, поэтов, ученых, исследователей. Праздник для тех, кто издает книги, издателей, полиграфистов. Праздник для тех, кто читает, библиотекарей, читателей, студентов, детей, взрослых. Праздник для всех. И сегодня потребность в подобного рода событиях, фестивалях понимается всеми. Вы посмотрите, как много стало фестивалей у нас в стране. И два больших главных книжных праздника, даже больше, их больше, конечно. В Москве главная площадь страны в Пушкинские дни 6 июня отдано под фестиваль Красная площадь. А для нас, для рязанцев, конечно, таким праздником становятся Есенинские дни. И поэтому в осенние дни мы начинаем читать Есенина, предлагать книги нашим дорогим читателям, жителям Рязани и Рязанской области. И всех приглашаем на фестиваль. Мы откроем его, конечно, в день рождения Есенина. У памятника Есенину уже начнутся эти мероприятия фестивальные. А торжественная церемония пройдет 4 октября в библиотеке. В программе фестиваля предусмотрено очень много акций. Буквально более 80, вы сказали. Расскажите про самые, может быть, яркие и значительные, если можно выделить какие-то. Да, фестиваль, конечно, вбирает в себя много событий. Главное событие фестиваля – это выставка, ярмарка. Вот я покажу такую афишу, и сразу видно, когда она будет работать. Она работать откроется 4 октября, и все дни до 20 часов, 4, 5 до 20 часов, и 6 до 18 будет работать стена к библиотеке. К нам приедут издательства, более около 100 издательств и издающих организаций. Из 27, почти 30, уже каждый день у нас увеличивается число заявок, из 30 субъектов Российской Федерации. Включая такие дальние субъекты, как Якутия, Сахалинский край, весь центральный регион – Иваново, Тула, Орел, Брянск, Смоленск, Ярославль, Вологда, Брянск, Белгород и так далее. Таким образом, главная книжная выставка, ярмарка у нас в библиотеке. Поэтому я приглашаю всех рязанцев, и будет очень много изданий для детей. Сегодня эта литература очень востребована. Таким образом, вот это важное событие. Мы подведем итоги конкурса «Книг года». На этот конкурс прислали более 100 книг. 150 книг было прислано из 20 с лишним регионов. И вы можете посмотреть лучшие книги, изданные в региональных издательствах. Книги, могу сказать, что очень красивые. Регионы научились издавать хорошую продукцию. И очень красивые книги для детей. Фестиваль – это праздник. Поэтому помимо выставки, ярмарки, будут, конечно, встречи с писателями, поэтами, учеными, исследователями, издателями. Поэтому я приглашаю на эти встречи. Ну, вот покажу лишь некоторые из них. Например, 4 октября у нас будет встреча с Ириной Богатыревой, финалистом премии «Дебют». Это будет 4 октября в 18 часов. Или же 5 октября будет встреча с книгой «Одинокие следы на заснеженном поле». Автор Николай Железняк. К нам приедет в гости Мария Муромцева из Москвы со своими книгами. И 5 октября в 17 часов у нас пройдет замечательная встреча с Мариной Степновой, лауреатом и финалистом премии «Русский букер». Встреча состоится в 17 часов. Большое внимание мы уделим и нашим гостям, которые привезут книгу Льву Литинскому, Филиппу Вейсу «Сны разной ритмичности». И встреча пройдет с авторами 5 октября в 18 часов. Замечательный проект, связанный с культурными, с творческими проектами. У нас будут концертные программы. Например, гость фестиваля Николай Челоро, лауреат международного конкурса, пианист, композитор из Франции, будет выступать у нас 6 октября в 12 часов. Мы приглашаем на интересные проекты, которые будут интересны нашим читателям. Например, мы все сегодня находимся в постоянных стрессах, напряжениях. У нас есть такое эмоциональное выгорание, мы нервничаем часто. Так вот, как работает психика и почему она ломается? Гость фестиваля, лауреат премии «Просветитель» Дарья Варламова и Антон Зайнеев будут эту встречу проводить 6 октября в 14 часов. Я могу продолжать бесконечно. И очень сложно сказать о почти 100 мероприятиях. Их около 100. В том числе большая детская программа, более 20 проектов. Это и встречи с детскими авторами, они будут и в детской областной библиотеке. И мастер-классы для детей, для взрослых. Работа с предметами, аппликацией, природными материалами. Поэтому я приглашаю детей, родителей, бабушек и дедушек прийти к нам. Мы принимаем издательство со всей страны, а рязанские издательства будут выступать? Конечно. Кстати, у нас в Рязани, вот я сказала, около 100 издательств к нам приезжает. И около 50-46 издательств и издающих организаций наши рязанские. Свою продукцию представят все музеи, все типографии, издательские отделы при вузах, научно-исследовательских институтах. Очень много будет краеведческой литературы. И, конечно, встречи с нашими рязанскими писателями. Андрей Крючков, член Союза писателей, представит свою книгу «Корни». Встреча состоится 5 октября в 15 часов. Сергей Парфенов будет представлять, будет встреча с ним проходить. И, конечно, будет много программ для молодежи. Мы проводим замечательный проект. В есенинские дни гости Рязани и зарубежные студенты, и все желающие приходят к нам на состязание по чтению стихов Есенина. Будут читать Есенина на русском и на своих родных языках представители разных наций и народностей. Кстати, у нас состоится презентация просто удивительно красивой книги, изданной в Орле. Но книги Есенина, подготовленной к изданию в Таджикистане фондом «Айни». Это Есенин на русском и таджикском языках. На прошлом фестивале у нас были гости из Таджикистана. Они познакомились с Орловским издательством. И за год появилась совершенно потрясающая книга. И мы ее представим здесь у нас в Рязани. Таким образом, тема Есенина будет одной из главных тем у нас на фестивале. Наталья Николаевна, обширная программа. А где рязанцы смогут увидеть ее и выбрать, что им по душе, куда пойти? Вы знаете, эта программа будет проходить в библиотеке. Она размещена на сайте нашей библиотеки. Замечательные чтецкие программы, литературно-музыкальные программы будут проходить и у наших друзей, партнеров в учреждениях культуры. Допустим, Рязанская государственная филармония подготовила новую программу в этом году с большим обширным литературно-поэтическим репертуаром. И в эти дни филармонии будет проходить вечер, посвященный 125-летию. Марины Цветаевой, заслуженные артистки России Ольга Кобой и Нина Шацкая будут представлять свои программы. Будут читать рязанская поэтесса Елена Корнеева в музыкальном театре будет представлять свою программу. В Константинове, в Есенинские дни, начиная с 30 сентября, замечательный проект по чтению. Поэтому мы приглашаем рязанцев прийти в Рязанскую областную универсальную научную библиотеку с 4 октября на фестиваль и проекты фестиваля, программы, встречи с писателями. Приглашаем в театры, музеи, мы приглашаем в библиотеку читать книги и получать удовольствие от чтения. Не случайно слоганом нашего фестиваля является простой и понятный призыв – приходи читать. Мы уверены, что человек читающий сделает нашу жизнь лучше, краше и сам получит удовольствие от чтения. Праздничная концепция фестиваля. Но понятно, что фестиваль призван, наверное, самой большой целью является вернуть моду на чтение. А вот как вы оцениваете сегодня читающую Рязань? Вы знаете, тенденция сегодня и в Рязани, и в других территориях нашей страны, и за рубежом говорит о том, что мода на чтение возвращается. И мы видим увеличивающееся число молодежи, приходящие к нам в библиотеку. У нас больше 57% читающей публики в библиотеке – это старшие школьники, студенты, молодежь. То же самое происходит и в стране. Я только что вот недавно вернулась из Варшавы, из Польши, была на Международном библиотечном конгрессе ИФЛа. Так мы были в пятницу в польских библиотеках в Варшаве, в национальной библиотеке, а в следующую пятницу тоже после обеда в университетской библиотеке. Это было лето, август. Залы были все заняты людьми, читающими книги. И тоже так же мы видим, как много к нам после завершения занятий в университете, в школах приходят сегодня молодежи. Да, мы не вернулись к тем показателям прежней увлеченности чтению через библиотеку. Возможности прочитать книгу через ресурсы интернета существуют. Но все понимают, что при этом библиотеки предлагают качественное чтение, предлагают универсальный доступ к настоящим источникам, которым можно доверять. Мы предлагаем большие электронные подписки, доступ к которым бесплатен в библиотеке. Для чтения дома за это придется платить. И это понимают во всем мире. Поэтому библиотеки заполняются читателями. Чем больше мы будем внедрять новые инновационные технологии, чем больше будет потребность в людях грамотных, современно мыслящих, думающих, тем больше будет потребность в книгах, в чтении, в библиотеках. Поэтому мы уверены в этом замечательном будущем для книг и для библиотек. И поэтому наш фестиваль расширяет границы. Он приходит во все муниципальные образования. В муниципальных образованиях на площадках библиотек в дни фестиваля пройдет около 200 мероприятий. Все районы включились в этот замечательный фестивальный процесс читающего мира. И мы этому очень рады. Наталья Николаевна, спасибо вам за беседу. Телезрители напомним, что в гостях у нас сегодня была директор Рязанской областной библиотеки имени Горького Наталья Николаевна Гришина. Спасибо за внимание. Всех ждем на фестивале «Читающий мир». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова